В краевом центре сотрудники миграционной службы в ходе рейда обнаружили в железнодорожном округе подпольное китайское кафе. Располагалось оно в жилмассиве Хабаровск-2. Судя по документации, найденной в помещении, клиентами в подавляющем большинстве были граждане Китая. Засекреченный общепит на окраине. Видео с места событий. Заведение располагалось на первом этаже общежития для мигрантов. Никаких документов, разрешающих деятельность в сфере общественного питания, у работников не оказалось. Это мой брат. Я только здесь. А документы на регистрацию есть у вас? Нет. Мой там вообще едет. Подпольное кафе работало явно для своих, считая меню составлены на родном для хозяев и посетителей языке – китайском. Однако цены в рублях. Подавали тут и спиртное. Общение между проверяющими и гостями из Поднебесной затруднял языковой барьер. Русский не говоришь? Ну что ж такое. Документы у вас есть. А какой документ? Паспорт. Паспорт? Да. Это у меня? Да. Там это вот. Где там? Там. Найти владельца подпольного кафе проверяющим так и не удалось. Тем не менее, у работников проверили документы. Вопросы у сотрудников миграционной службы возникли к двум иностранцам. Один из них позже нашел свой паспорт и разрешение на работу в России. Второй будет депортирован на родину. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин. В северном округе четверо неизвестных разгромили иномарку, оставленную владельцем под окном квартиры своих родителей. Пенсионерка, сообщившая ОЧП полицейским, заявила, что шум во дворе услышала еще в 4 часа утра. Женщина видела, как четверо молодых людей с нескрываемым энтузиазмом отрывали бампер автомобиля. Сигнализация, которая могла бы привлечь внимание хозяина, почему-то не срабатывала. Спустя несколько минут подельники скрылись. Горожанка решила, что на этом хулиганы успокоились, но через некоторое время компания вернулась. На этот раз злоумышленники принялись бить стекла, отрывать зеркала и пластиковые детали. Погром длился пару минут, но за это время иномарка изменилась до неузнаваемости. Что это было, хулиганская выходка или целенаправленная месть, родители молодого человека рассказать не смогли. Автомобиль полицейские отправили на арестплощадку, чтобы обеспечить дальнейшую сохранность уже изрядно потрепанной машины. На улице Артемовской подростки подожгли подземный тепловой коллектор, в котором ютилась бездомная пара. Бродяги, которых спровоцированный пожар застал врасплох, вынуждены были поспешно эвакуироваться. У женщины с этим возникли сложности, но сожитель не сплоховал. Люмпин вытащил ее наружу ценой полученных ожогов. Джентльмен в лохмотьях. Репортаж Константина Ковешникова. Пищи для огня в подземелье стали нехитрые пожитки бродяг. Возгорание было хоть и не слишком масштабным, всего несколько квадратных метров, но весьма опасным. Теплопункт оказался подобием газовой камеры. Спасаться от огня у самого пола в этом случае невозможно, поскольку именно там и был самый жар. Выталкивая наверх свою возлюбленную, Люмпин обжег ногу. В горячке эвакуации он не обратил на это особого внимания. Но когда грязная дама оказалась в безопасности, попросил пожарных вызвать врачей. Чумозова-погорельца медики осмотрели и увезли в другое теплое место – через санпропускник. Пострадавший госпитализирован во вторую краевую больницу с 15% ожогом ног. Пожарные допускают, что бродяга мог и сам устроить пожар. Бездомные зачастую занимаются членовредительством, чтобы попасть в стационар. Таким образом, они хоть на какое-то время получают сносное место для ночевки и вполне их устраивающее питание. С места происшествия Константин Ковешников, Александр Ефанов и Степан Симонов. Под автомобильной эстакадой между улицами Большой и Карла Маркса в неприятную историю попал шофер колесной платформы, на которую он перевозил автомобильный тягач фирмы МАН. На тралле грузовик оказался после поломки. Житель Красноярска перегонял его во Владивосток, но вынужден был просить помощи у местных. По заявке дальнобойщика к месту поломки хабаровчане пригнали Хина, загнали его тягач на помост и повезли через город. Удивительно, но факт. Сплоховал местный шофер, хотя перед эстакадой стоит предупреждающий знак. Более того, на подъезде имеются так называемые габаритные ворота. Это металлические планки, установленные на высоте нижней границы мостовой балки. Контрольный барьер был смят, но это никого не впечатлило. Трал поехал дальше. Затея почти удалась, но на выезде из-под путепровода стало ясно – не пройдет. Выезжать задним ходом было опасно, ехать вперед тоже. К тому же на место событий примчались инспекторы ГИБДД, вызванные очевидцами. Сейчас ждите, сейчас заденем. Так я шел, смотрел, смотрю, не проходит. Водитель сломанной машины переживал больше всех. Во-первых, пострадало вверенное ему имущество. Во-вторых, поделать он уже ничего не мог. Путь оставался только один – вперед. Чтобы хоть как-то уменьшить высоту, у грузовика спустили колеса. Дело пошло, правда, со скрежетом. Водителю эвакуатора полицейские вручили протокол. За несоблюдение требований к перевозке грузов ему грозит солидный штраф. Видимо, санкции по отношению к нему применит и заказчик. Ман оказался несущественно, но поврежден. Бетонный пролет моста в этот раз повреждений не получил. О чистоте подобных случаев говорит внешний вид эстакады. Бетонные ребра высокие грузовики уже изрядно пообтесали. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. В южном округе Хабаровска в ледниковый период вернулись владельцы боксов в гаражном кооперативе номер 212. На протяжении всего вторника территорию автогородка заливало взбунтовавшейся водой. Источник находился за оградой. Непрошенный фонтан бил из бетонной трубы диаметром около метра. Аквадетектив в следующем репортаже. Могучую течь жители окрестных домов заметили ранним утром. Тогда же и попытались оградить свои боксы от небиблейского затопления. Подручные средства не помогали. Люди закрывали, перекрывали поток, перекрывали дверью, брошенной дверью, перекрыли его, чтобы он не в гараже, не в территории. Чтобы отсечь от территории гаража. К полудню стало понятно. Борьба за живучесть бессмысленна. ГСК оказался затоплен. Справиться с десятками кубометров воды заграждения были не в силах. Некоторые автовладельцы успели выгнать свои машины из боксов до того, как ледяная каша замерзла. Тем, кто пришел ближе к обеду, остаток дня пришлось провести с ломами и лопатами в руках. 20-сантиметровая корка льда не позволяла даже распахнуть ворота. С самого утра хозяева боксов пытались пригласить на место представители администрации округа. До вечера никто из чиновников на территорию ГСК так и не приехал. Людям оставалось самим строить предположения насчет принадлежности коммуникаций и причинах аварии. Большинство склонилось к мнению, что труба ведет от бассейна, который расположен в соседнем с кооперативом в спортивном комплексе. Владельцы гаражей намерены писать коллективную жалобу и приложить к ней видео, снятое в пик зимнего паводка. Автор видео даже сделал замер температуры воды 10 градусов Цельсия. По крайней мере, это отводит подозрения от теплосетей. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов. Наши съемочные группы продолжают дежурство. Сообщайте об увиденном на горячую линию программы. Не оставайтесь равнодушными и берегите себя. Всего доброго!